здравствуйте дорогие друзья с вами разы и это линейдж 2 мобайл вчера вечером прошел стрим математика я извините что так поздно выложу это видео кто не знает кто такой математик это стример линейдж 2 мобайл который делает очень хорошие обзоры на разных чаров но вчерашний стрим с бортосом для меня это как будто был какой-то цирк просто посидеть под пивасик короче видео мы поворушим скелета в шкафу потому что то что произошло месяц назад с леоной 3 выход ворона с альянса джастис у людей с леоны 3 особенно накипело очень много вопросов и вам попытаются разъяснить то что произошло ну то есть то что не интересно и возможно вам будет это интересно в целом мы увидим мертвого не понимаю математика вообще мне кажется математик друг мертвого потому что другого объяснения нет зачем это чудовище было приглашено туда и она не следила за своим разговором ссылка на стрим будет в описании под видео там больше четырех часов я попытался нарезать очень интересные моменты и тут будут вопросы именно бортосу и людям которые там контактировали в тех делах которые происходили на леоне также мы узнаем за что будут ненавидеть мастера чудо конца жизни начнем мы с бортоса вопросы к нему и не только внизу ясность за леону третью да за дарков и за делюжен мы играли то есть определенный период в альянсе джастис когда к нам залетел драфая компания мы отстаивали интересы альянса повторю джастис нам альянс джастис пообещал концу закрытия трансфера дополнительную подмогу прилетели такие кланы как и зиганг клан уан прилетел джекот ему огромный респект кстати но что случилось ребята увидели купол и на второй день сказали мы в пве ребята прокинули союз вражескому альянсу прокинули союз соответственно джастис то есть вышли из альянса джастис не были бы под его тагом но при этом оставались скажем так под опекой ну скажем так руководство альянса мы как бы эту фигню проглотили да и до последнего то есть два месяца лупились то есть максимально с фритуплеями то что было сказано на что война была проиграна и заранее это было понятно но это знаете такая позиция смешная слабая мы под конец кстати ближе к трансферу пока еще им сели замок как бы ржали один так на секундочку что хочу сказать помощь была офигенная респект тем кто с изи ганга это по моему был бустер который перешел воевать за нас мы дали классный бой фритуплеем что случилось дальше у нас было преимущество какого пвп клана мы могли спокойно просить изи гангов и ванов за споты вторым претензий ноль ваны адекватно ввели себя как пве хотя обидно было что такая помощь нам прилетел а вот ребят с изи ганг это как-то задевало очень видимо и не зря сегодня этот клан уже прозвучал сегодня что они ведут себя не очень адекватно у нас нету пруфов что нам давали точки это нельзя делать такой пруф принципе но у нас и адекватные люди и какой вообще смысл вдумайтесь просто посыл было разводить срач на ровном месте ради какого-то одного персонажа с ником black rice до который там 40 лет на дедуля вашим сланком которому этому нафиг не надо но ситуации прецеденты были и мы это замечали не раз и сгорели не с одного раза и потом потом нам вары подтвердили это ребята не из фтп автор их состав который долетал это бывшие russian мафия густ никуда клан из-за точки инфа была доказать прямую мы это не можем в том что мы попросили убрать одного мембера и ничего бы не было на что нам было сказано категорическая нет ну мы как бы знаете ребята такие не на помойке себя нашли блять и начали лупить их в ответ кстати black rice несмотря на то что он был слит он как бы весело огрызался и есть скрины где он сливал наших мемберов да мы тогда уже разосрались в принципе но эти же ребята и зиганы зарегались против нас на осаду и помогли отжать тот отвоеванный замок фри ту плеем на осаде просто такой знаете дополнительный плевок в лицо это был обиды не держим это всего лишь игра но сам факт я к чему это все веду тут все говорят о том что мы поступили так то так то так то какой-то логики да то есть и смысла в этом типа нет то есть якобы нам просто извиняюсь выражение в голову и мы решили послать нахер джастисов но типа нет смысла мы за вас блять два месяца бились и как только мы перешли просто ради принципа да то есть кинули обидку так это назовем на сторону фри ту плеев баланс сил на леоне 3 на кластере резко поменялся и он поменялся полностью в ноль как в той и так и на острове без понтов без нихера просто ребята как факт поэтому если чё сори это всего лишь игра но мы тоже как бы из пустого места это все взяли страна я тебе готов ответить на ваши кайлы там два дня когда ваши кайлы вам рассказывают правду так называемую а вы ну вот там в один человек вышел со мной на контакт с вашего клана ему было если написал после чего мне пошли писала чё ты моему мэмбуру пишет ну вот типа я очень люблю когда ну человек людям открывают глаза они потом удивляются с правда я просто постарался максимально пересказать я понимаю я понимаю ну еще раз говорю претензий к твоему рассказу нет я его слышу каждого вашего мембера но ни один из ваших мемберов как вы сказали не на помойке себя нашли не пришли не сказали так ну что-то типа надо как бы вторую сторону услышали обманывать меня типа у меня есть вот информация на которой я присутствовал не буду говорить информацию которую я от кого-то услышал буду доверить информацию которую я говорил человеку человек мне отвечал смотрите когда формировались кто куда полетит от вашего состава был push push со словами у нас 150 человек нам помощь толком живы на к нам еще летит джеку там мы там все перевернем все всех разорвем мне там надо человек пять всем евро 57 нету у нас есть вот свободный клан который еще никуда не летит или все переформировал у меня есть там 60 бойцов слабых но не то что там нет супер топ и не какие-то подстреливание братан средние не были как у нас есть средние а я говорю там средние но не бы не супер бойцы позже в рядом не 60 даже много говорю слушай я их не буду разделять на то серваки любых всех вместе отправлю либо не позже говорит но отправляй прийти я отправляю 60 человек из и гэнг в итоге у вас из 150 бойцов остается 50 тут я но типа чтоб точное количество не спиздить как говорится по моему человек 60 вас остается из 150 названных пошел через пару дней ко мне заходит улока луннер и говорит а то пош пиво влупил там что-то блять не было там 150 человек это все для цветного я бы их не отправлял туда эти клянусь я бы их на убой не отправил потому что ваш сервер для них выглядел как убой ну там сидит дрофа там сидят ребята 24 на 7 25 драйверов на типах full фиоли ну там и пацаны это вообще не вывезут подожди секунду уточню подожди секунду предлагали несколько вариантов предлагали еще добавить помимо изиков предлагали добавить киберспорт был состав был состав еще который улетел на ли он ну первую пошел это все много я сидел мы когда составляли я составлял этот военный пан игры вот будет столько-то адекватно живых с вами будет ребят которые готовы будут идти вперед постоянно каким-то составом для массовки для чего-то но они будут и будут всегда ходить из этих которых отправили человек 20 будет 15 всегда у вас будет о хорошо этого достаточно можно я дорасскажу всю историю ты потом дополнишь залетают ребята проходит там день два три что-то там до пяти дней короче вот этой всей возни пять дней они находятся в альянсе за пять дней не просят создать там telegram deri группы я постоянно сижу с ними бойся потому что ребята нервничают их сливают они такой вы они прилетели с вара просто не из такого активного который был они не отдыхали они не сидели на при у них нет перьев точно также умирали как все это не то что прилетели с расчеловочной на шашлыках вдруг на войне оказались они прилетают с менее активного варов пикер топ активного начинают нервничать показывает мире группы там где их приходит человек 10 и вас приходит человек 10 а против вас там человек 40 на регруппе я посмотрел так пару дней ребята начали был постоянно умирать я зашел на совет я говорю тимуру шо ну а и в этот момент каэл клана продает еще немаловажный момент каэл клана сгорает и продается дабыла и и ребята богорят ну ты понял когда нету там был каэл который всех держал как кулак и и ребята загорают и все ну там нету нере группа ничего вообще там ну кул рассос по поводу я созваниваю советом и говорю ребята вот такая ситуация произошла но мы потеряем там условно там средних 50 человек если сейчас не решили ну вопрос и мне весь совет говорит что переводить по выезд на условиях по выезд ну типа шоу них нет приоритета спотов потому что двигать туда-сюда я захожу к ребятам говорю есть вот такая история не вряд мы его сейчас согласны лишь бы удержать ребят ну чтоб сейчас но не по продавали аккаенты не поливали куда-то лучше так целиком нотовые ребята прокидывают союзы туда и туда для того чтобы их не заливали для того чтобы быть просто фулковые они сидят фулковые до момента там были были сливы они мне писали жалобы для там слушающих скажу что я человек который занимается рассмотрением жалоб в альянсе между серверами они там пишут жалобы я не имел права рассматривать эти жалобы потому что был не объективен я там рассмотрел три-четыре жалобы и попросил рассматривать рита потому что ну я за своих ребят буду стоять горой понятное дело вы для меня всегда будете виноваты он дурит рассматривала жалобы дать дошло все до того момента уже под конец который трансфера вот вы все это время они там стоят павые и где-то сливаю где-то не сливают это такое вот доходя до момента перед трансферами уже с нами и мне тимур пишет ворон кстати неловко ворон не пишет почему-то и удивился кикни блэк райт я говорю почему он говорит потому что он бросает точки вар и кидает тебе скриншот где слит человек до слит человек я прошу его скрин клана скинуть это какой-то был твин он не скинул скрин слива человека даже не основы от вина ну короче несу я ему пишу типа есть круг бреду про то что человек бросает точку параллельно пока переписываю с воронам захожу войс я говорю и спрашиваю блэк райза ты шо дядя типа с ума сошел ну я не буду там на стриме поговорить как он не сказал он говорит я тебе клянусь и по всем что у меня еще и такое не делаю ну типа и очень не в том возрасте чтоб такой темы я через я с человеком проиграл там восемь месяцев я ему дверь я был сливу офицером в этом плане я этому человеку верю ну потому что но это не в интересах этого человека это назнать человека ну лично грубо говоря я прошу у тимура 14 раз там у меня в переписке по моему россии говорю пруф и где пруф он говорит я тебе не буду них обрастать я пацаны все бросит евро и скрине и пусть скрины убийств солица и типа в итоге не дождался от тимура не скрину не подтверждение что бросал точки я говорю тимур типа так дело не пойдет почему ребята решают кому-то и он пишет то далее он на 3 и весь альянс прокинет изиганку я говорю каким образом типа ты старший на лионе даешь право кому-то принимать своевольные решения наше тимур отвечает это их сервер поэтому они могут принимать решение на своем сервере я говорю к сожалению сервер то их но ребята там находится не с их сервера а мои поэтому такие решения не принимать сами не могут после чего лолка заходит саша ураганом на совет и добавляют мы бьем по рукам шо сегодня ночь типа смерти окей типа все мы улаживаем конфликт смерти за сегодня за ночь считаются как плохая погода пусть ребята выплеснут пар и завтрашнего дня уже будем как бы прокидывается обратно союз и все классно ну ребята там ночь мучаются где-то друг друга убивают что-то делают короче фанятся наступает утро или день уже и днем пацаны скидывает скрин и как их в таргет тупо специально заливают ну прям специально типа лолка сказал что типа мне надо чтоб донести информацию хотя бы чтоб следующий день успел потому что было уже поздно ну что я все прекрасно понимаю люди могут спать не слышать и лолка говорит что типа дать до утра до терпим но в итоге днем мы пишем тимуру ворону ничего не прекратилось и по команде там за старшего остался шоу тебя происходит потому что мы-то сами на зиг я спрашиваю типа от шо происходит типа и санекс писал уши типа тимур камон возьми все в свои руки решила после чего тимур пишет сообщение ребят я принял решение покинуть альянс меня держать не надо я буду придумал что-то свое ну что-то свое это рыд раз при назвал так налива некоторый ком тоже свое придумал и все вот такая вот история ну и начался вар вы вышли слоны пару прав пару правах касательно именно ворона персонажа гиган приходил ли к вам хрустис уточнять по нему информацию а мне нет ко мне лично нет ко мне лично насколько я знаю никому по егану а именно по ворону или по персонажу или по человеку нам никто не приходил я тоже такую тему слышал что он не обращал за тогда у меня вопрос принципе черпан просто у меня с хрустисом оборвался разговор на том что те люди на которых я ссылался мою информацию не под осылался в разговоре я только на бортоса потому что все пол все помните о чем мы разговаривали я говорил если ты хочешь какую-то подробную инфу по игра ну получить то иди у бортоса уточни он знает больше чем я на чем было неинтересно значит он не уточнял и тогда у меня есть еще один вопрос по поводу того что тогда мы обговаривали что у вас как бы себя нам конфликты вы бы хотите его душить такая же была информация правильно но душить в смысле на дальнейшую игру или сейчас наливая душить короче воевать с ним хотели никто про союз себя нам не разговаривал на тот момент альянс джастис и ганки по перед переставали существовать правильно я понимаю ну да даже вар прокинулся я понял твой вопрос на лионе им был прокинут вар в рр когда пошли у нас сразу весь этот мы играем в игру год и у нас были нейтральные отношения с рр из-за одного и гана который стоит на продаже и дроп нет игру через месяц нам вар ррм прокидывать что нас союз ррами а там яганты за это имеешь ввиду но это просто бред из одного персонажа смотри у нас же было претензии не к жене как владельцу аккаунта который мы узнали что по итогу дроп на у нас же был было претензии непосредственно к тимуру который ушел придумывают что-то свое и прокинул варса покинул да и носа прокинул прокинул сам вар ну типа ребятам вам которые были на лионе 2 ну там типа ребятам а то что но сейчас как оказалось я не знал кстати пункт уши мура нет в игре больше двора нам готовы были кинуть союз он сам кинул вар изначально и поэтому нас начался с ним вар уже не вообще ни при чем уже не играл свою игру какую-то и закончил бы сюда да 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 там по поводу продажи вороны вас точнее гигантно кому его продали но он дропнул игру то что продал неизвестно не знаю что он ушел сыгр ну насколько я знаю что персонаж на полочке стоит просто может быть может быть я просто он дропнул игру из искал продал перса исправляюсь бортос а кто доминирует на лионе сейчас нынче в каком аспекте ну на меж сервере на меж сервере никто никто где-то идет чередование но я просто я же это и говорил мы забираем я же показал мы забираем половину той они забирают половину той разные этажи в разные дни биора большая часть идет за нашим альянсом за споты у них фармит 34 человека ли он и 1 это последние пять дней у них фармит один spirit у нас фармит побольше людей побольше времени но сказать что где-то доминация и и нет ни с 1 вот он я сразу я сказал 8 где-то 50 на 50 до мы добрались самому вкусному за что же возненавидели мастера чё это что-то судно один мастер чудо фейдил людей пиздец кричал правосудие правосудие все я сплю уже сорян ну джаджмент короче ну вар убил взял сказал всем орб топ-класс берите все правосудие все пришли на осаду 0 крестов а у вас до миллиона полклана с крестами а ты думаешь такой тактический ход был у него это не такой-то тоже конечно конечно можно сказать что угодно не поверит он запортачил другом на запортачил очень многим людям игру я могу так вот на свой взгляд сказать сильнейших людей это лу спирит это хоку это курение это big frog это оливка но оливка на чуть-чуть слабее сейчас чем они все это разумеется неистовый извините забыл это дрофа это вот из вашего сайда господи коста 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 века да тоже сильный очень кого еще за магмар с магмаром я просто ну не не очень знаком ненавиде неистово это уже шушу ложь очень сильно вопрос после стрима с пашем ваш очень сильно запустился к ваще а ну и гана очень сильный персонаж тоже чтоб не забывать как гана я думаю просил так что он до сих пор сильный да у на doom персоне сейчас бегает ну ворон получается на нем этот господи фабиан продал чмок-чпок щас и нику персонажа фабиана тоже вполне хороший ворусе буджастик а трофе босс при забыл трофе действительно буджа скилл до математик вот же сделал намного слабее ученик конечно хотелось обойти стороной это конечно не бритую но как бы он занимается свою нишу клоунады в линейдж 2 мобайл то мы не обойдем его стороной поначалу было даже весело то есть габа какой-то продавец овощей который шоу в линейдж 2 м с надеждой с целью расширения в овощном бизнесе пустил таких вот рейд лидеров там стримеров медийность и так далее ничего не спасло как вообще такой мертвой ты нам не помог ну что делать нази когда не дождались помощи на межсервере зато помог серёжа помог твистеру так мертвой я думаю я думаю если ты против габа воевал ты бы точно победил я уверен просто ты великий воин у меня да у меня были сильные бойцы ну они в пве сейчас бегают на борцы насколько я знаю ну а потом как говорится малую понесло что подсасывать тупое чмо под пивас наш опытом разговаривающий с матерью вообще добрый вечер ой опять канал дебилов извините пошел ты нахуй ну и короче от этого любителя доширака потому что у него через слово доширак до доширачил ну я не могу назвать он нажрался кефира просроченного и уже был четвертый час стрима то математик решил закончить стрим ну по традиции мертвого в этот раз не кикнули с дискорда потому что может просто все выпившие были и этим все объясняется на веселее ну не так все воспринималось я как бы не пью мне было лично противно это личность под ником мертвый если вы хотите посмотреть полностью стрим там в стриме будет обзор чара бнд целом я очень многое пропускал я так решил ну вырезать самые вкусные моменты то если тебе интересно ссылка на стрим в описаниях под видео с вами был раз и всем до новых встреч